Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Вы будете участвовать в фестивале-рандеву, который пройдет в июле в Латвии. Что для вас значит встреча с Латвией? Во-первых, это приятная, долгожданная встреча. А да, во-первых, здравствуйте все-таки еще раз. Вот. Это какие-то, понимаете, и воспоминания, нежные какие-то моменты, которые хранятся в моем сердце, потому что сколько лет, каждый год, каждое лето мы все приезжали на фестиваль в Юрмалу, и поэтому это невозможно вычеркнуть просто так, из памяти и из сердца. Ну вот я хочу спросить вас сейчас не как певицу и артистку, актрису, а как психолога, поскольку у вас есть образование психолога. Как вы считаете, как ваша музыка, ваши песни влияют на умы, на состояние людей? Вы знаете, мне кажется, хорошая музыка в любом случае влияет. Вообще музыка влияет на настроение, на состояние, вот, и тем более, если в нее вкладывается определенный смысл во все то, что делаешь, ты делаешь как артист, вот, я думаю, что это, конечно же, безусловно влияет. Тут не обязательно быть психологом, как вы говорите, что это вопрос к психологу. Вы понимаете, в психологии существуют тоже разные какие-то направления, это сказкотерапия, цветотерапия, воздействие какими-то определенными запахами, цветами, это все терапия, это все то, что, как бы, помогает менять состояние человека, вот. И что же уже говорить о музыке? Конечно же, это влияет, и, конечно же, я стараюсь сделать так, чтобы это влияние было положительным. Ну, что, на ваш взгляд, должен чувствовать, переживать, может быть, ваш слушатель, зритель, с какими эмоциями после прослушивания ваших песен оставаться? Ну, знаете, давайте не будем делать, как бы, из трека, из песни драматический спектакль целый разворачивать, хотя, понимаете, я считаю, что все-таки в любом случае искусство и театральное, и музыкальное, естественно, должны, как бы, изменять человека до прослушивания, до просмотра и после, вот. Вот, но я просто надеюсь, что хотя бы эти зрители не будут чувствовать, наверное, тех эмоций, которые я чувствовала, но мне очень приятно получать отзывы, когда мне пишут о том, что, вы знаете, эта песня прямо про меня, вы прямо как будто знали. Значит, что-то чувствует подобное тому, что чувствовала я, записывая эту песню. Ту или иную. Она живет своей жизнью, на ваш взгляд, потому что мы можем говорить об ассоциациях, о тех песнях, которые нас сформировали, и когда мы говорим, может быть, иногда пренебрежительно о популярной музыке, ну, в общем, там, группа «Руки вверх» или «Иванушка Интернешнл» стали уже своего рода символом поколения. Вот эта песня, которая переживает время, вот как вы считаете, насколько важны ассоциации, которые возникают в связи с этим? Да, конечно же, ассоциация – это главное, наверное, опять-таки, музыка тоже несет, понимаете, и время в том числе. Мне кажется, группа «Руки вверх» получила опять очередной виток, понимаете, своей популярности, благодаря, конечно же, зрителям, благодаря тому, что это случилось в такой период, и это было, во-первых, повальное, конечно, отовсюду звучали эти группы, которые его называли. Вот, это связано, наверное, с возрастом, с возрастом, потому что и публика их выросла, естественно. В тот момент им было по 17 лет, наверняка, по 15-17 лет сейчас прошло, и публика выросла, и они сейчас, наверное, 40-летние в том числе, вот, и вспоминают свои какие-то, я не знаю, выпускные, в конце концов. Вот, все то, что, понимаете, человек хранит бережно и несет с собой через всю свою жизнь, первая любовь, какие-то, это, конечно же, те ассоциации, это воспоминания, и это юность, это юность, вот, так скажем. Группу «Виагра» можно причислить уже к ветеранам российскому популярной сцены? Слышите ли у нас? Я не слышу вопрос, к сожалению, очень похоже. Я повторю вопрос, вот, группу «Виагра» на вас, можно причислить к ветеранам российской популярной сцены? Ну, группу «Виагра», ну, конечно, если мы сейчас посмотрим на такой год, на дворе стоит 2019-й, и группа «Виагра» была образована в 2000-м году, то, конечно же, можно сказать, что эта группа с серьезным творческим багажом, и был проделан огромный путь, и также, понимаете, несколько поколений уже выросло на этих песнях, конечно. Ну, ребят, в чем феномен «Виагры», который остается в строю вот на протяжении уже? Вы ушли из группы, но, тем не менее, эта группа продолжает, насколько я понимаю, активную деятельность. 18-19 лет – это серьезный срок все-таки для такого коллектива, нет? Ну, мне кажется, группа «Виагра», в ней есть, конечно же, главное, есть этот код, код, заложенный в музыку, в тексты. Вот, насколько, понимаете, нельзя сказать, вы ушли, а группа продолжает успешно, классно существовать. Опять-таки, это живой организм, который в какой-то момент, понимаете, сейчас возродился заново, и дай бог, чтобы все было хорошо и в группе, и у девочек, но, мне кажется, она, конечно же, видоизменилась, безусловно. Группа изменилась, и в нашем, при том, когда я участвовала в группе, там были и пики своего рода, понимаете, и были более спокойные периоды, но мы все равно постоянно набирали, набирали обороты, и пришли, мне кажется, к самой, наверное, высшей точке своей. Вот, сейчас, думаю, что девочка может быть и непросто, но они проделывают уже свой путь, конечно же. Ну, вы сегодня слушаете песню? И все, феномен, феномен, конечно же, в песнях. Феномен в песнях и в том, как... И в тех людях, которые все равно передают это, понимаете, которые являются проводниками, как ни крути. Вы сегодня слушаете песни группы «Виабра»? Не могу сказать, что слушаю, я их исполняю иногда. Вот, ну что сказать. Конечно же, если у меня какое-то настроение ностальгическое, я могу поставить себе нашу песню, даже клип, и погрузиться в размышления, да. А вот чем, на ваш взгляд, с чем связан тот факт, что творческие люди, они, как правило, имеют какую-то повышенную, может быть, эмоциональность, может быть, переживают, попадают в меланхолию, опять же, чаще впадают в профессии. Нет, дождите, нужно понять вообще, что первично творческие люди обладают такой повышенной эмоциональностью, или люди, которые обладают повышенной эмоциональностью, идут в творческие профессии. Понимаете? Ну и как вы считаете? Я все-таки думаю, что, я считаю, что люди с повышенной эмоциональностью, где-то, может быть, даже со своим каким-то надломом, или со своим, со своим... Вот со своим таким складом, понимаете, гиперчувствительным, я не знаю, восприимчивым, они идут все-таки в творческие профессии. И как ни крути, такие люди, они все равно находят выход свой именно в творчестве, как мне кажется. Ну, человек рождается талантливым или становится? Вы так хладнокровно задали этот вопрос, как будто вы говорите просто про кастрюлю убежавшего супа, честное слово. Абсолютно хладнокровно и абсолютно как-то без какого-либо участия. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я считаю, что люди рождаются талантливыми, каждый человек талантлив по своей природе и при рождении. Тут только другой вопрос, сможет ли он реализовать все свои таланты? Увидят ли люди, которые растят его, родители, которые приняли его, которые дали ему жизнь, увидят ли они, увидят ли они эти таланты, смогут ли они помочь своему ребенку раскрыть их? Я ответила на ваш вопрос. Хладнокровие, на ваш взгляд, свойственно творческим людям или это скорее защитная реакция? Как вы считаете? А почему вы считаете, что хладнокровие, хладнокровие, оно вообще, оно вообще в принципе есть, как явление, понимаете? Вот вы творческий человек, вы сидите на радио, хладнокровно задаете вопросы про талант. Вот я не могу ответить, я не знаю, что вам сказать. Ну хорошо, если говорить о восприятии искусства в целом, а, не знаю, как и другие, наверное, виды искусства и живопись, все это зависит от внутреннего состояния художника, вот вы принимаете весь спектр эмоций или стараетесь отгородиться от чего-то? Стараюсь отгородиться от чего? Скажем, если говорить о картинах Ван Гога, их, как правило, они вызывают повышенную тревожность, их, как правило, не вешают в психиатрических лечебницах. Вот вы принимаете весь спектр эмоций, плохих, хороших, негативных, позитивных, или стараетесь? Но так как я не нахожусь в таком заведении и могу просто свободно совершенно прийти на выставку, на любую, которую я захочу, то, конечно же, некий отклик в своей душе я ощущаю от картин Ван Гога в том числе. Вот. Наверное, людям уже действительно с повышенной такой восприимчивостью и действительно находящимся, может быть, в определенных заведениях нельзя показывать это, потому что, наверное, дело в цвете и, опять-таки, в чрезвычайной восприимчивости. Вот. Но какой-то отклик в моей душе, конечно, картины оставляют, безусловно, и ты выходишь тоже, желательно послушать еще что-то про эти картины и накануне узнать про этого художника, на которого ты идешь. И, конечно же, тогда складывается, в общем-то, ощущение и восприятие после данного мероприятия. Если мы говорим об эстраде, ну, в основном, ну, так принято считать, что эстрады вызывают у людей позитивные чувства. Но если мы говорим об искусстве в целом и о академической музыке, например, после прослушивания Шостаковича не всегда выходишь с позитивными эмоциями, но, наверное, там можно найти очищение. Вот, на ваш взгляд, в эстраде можно найти то, что заставляет человека страдать, в хорошем смысле этого слова? Мне кажется, вы знаете, не обязательно испытывать положительные какие-то эмоции. Катарсис, он, в общем-то, понимаете, не на положительных эмоциях строится, как мне кажется. И любой выход, даже негативных эмоций, понимаете, всплеск или даже какое-то проявление некой, ну, не агрессии, я не хочу вас, как бы сейчас называть именно это слово, выпуск любых эмоций, а эмоции, понимаете, в каждом из нас, как положительные, так и отрицательные. Это хорошо. Самое главное – найти им правильный выход. Музыка, мне кажется, это музыка, классическая музыка, это максимально, вы понимаете, сидя на каком-нибудь концерте или даже прослушивая просто какое-то классическое произведение, я могу пережить высокие эмоции, как мне кажется, которые изменят у нас состояние. В этом и состоит, понимаете, когда я говорила про группу «Виагра» и про код, музыкальный код, где, как ни в классике, он заложен. Ну, если говорить про музыкальный код, когда вы были в составе группы «Виагра», в том числе исполняли песню «Чем выше любовь, тем ниже поцелую», вы согласны с этой формулировкой? И насколько возможность диапазона поцелуев является показателем любви? Мне кажется, вообще замечательно, когда люди, и очень легко заметить, очень легко заметить по прикосновениям, по каким-то даже не обязательно поцелуям, потому что мы не все, может быть, мне кажется, очень интимное, во-первых. И вот так вот, знаете, сидя с человеком, я, например, не стала бы демонстрировать, демонстрировать свои чувства, но, опять, демонстрировать свои чувства на показ, понимаете, чтобы вы, например, заметили наши какие-то отношения, ни к чему все это. Но, опять-таки, по каким-то неуловимым жестам, неуловимым каким-то вибрациям можно понять, как люди относятся друг к другу. Это не обязательно поцелуй, давайте это оставим для другого места. Мне кажется, это очень интимное и личное. Все-таки поцелуи должны быть, их должно быть много, да, это проявление любви, я считаю, как и прикосновения любые. Ну, поэзия, которую вкладывают, скажем, поэты-песенники в современную эстраду, насколько все-таки, если мы говорим о известном вот этом взаимоотношении слова и музыка, потому что считается, что, например, в русском роке слова имеют едва ли не главное значение, даже больше всего музыка иногда, но, тем не менее, вот насколько важны слова, насколько важны смыслы в современной российской эстраде сегодня, как вы считаете? Ну, вы знаете, это все, мне кажется, очень видоизменяется. И вот буквально сегодня, сегодня я слушала в программе Apple Music есть такая опция, ну, треки популярные сегодня, которые будут популярны и на этой неделе, то есть как бы там есть некая статистика, да. Я прям включила треки, сегодняшние треки, и в некоторых из них я вообще не разобрала, о чем поется. То есть там вообще с дикцией, то есть непонятно было, наверняка там был какой-то смысл. В некоторых из них был смысл, который нужно было вытягивать и вообще как-то сложить его для себя. Поэтому, говоря про музыкальный код, музыку Константина Меладзе и тексты, и феномен группы Виагра, мне кажется, там все действительно по-человечески, о чувствах, об отношениях, о проявлениях, понимаете? Вот, конечно же, текст важен, и песня с хорошим текстом, она всегда станет, ее всегда станут цитировать. Кумиров молодежи вы сегодня знаете, слушаете современных, может быть, начинающих исполнителей? Да, слушаю, я слушаю только для того, чтобы просто понимать и анализировать, да, что происходит, конечно. Что меняется, на ваш взгляд, в плане восприятия публикой, чем отличаются новые от тех, кто был? Опять-таки, если брать тексты, понимаете, сейчас совершенно другая и ритмика, что ли, другие совершенно звуки используются. Но опять-таки, что значит, это все развивается, индустрия развивается, появляется очень-очень много молодых ребят, и даже, понимаете, все как-то непредсказуемо происходит. Потому что, опять-таки, я вам говорю о том, что я слушаю, например, вот сегодняшний топ, и для меня, может быть, как бы совершенно некоторые вещи абсолютно непонятны. Эти люди становятся суперпопулярны, эти песни становятся очень известными. Вот, видите, здесь какой-то механизм уже другой задействован, я не знаю. Мне кажется, вообще полностью стилистика изменилась. То, что заложено в основе нового трека, казалось бы, нового, мне кажется, все это немного начинается опять со времен 70-х, 80-х и 90-х. То есть вам сложно понять сегодня музыку порой? Нет, мне не сложно понять сегодня музыку, но не всегда возможно угадать, что станет популярным. При этом есть мнение, что российская эстрада, она не меняется, потому что те звезды, которые были там в 90-е, те, в общем, остаются по большей части сейчас на Олимпе. Согласны с этим, что есть такая заморозка? Ну, они не остаются, нет, мне кажется, они все испытывают какое-то второе перерождение. Мы с этого с вами начали. Это вопрос ностальгии, вопрос вот этих концертов, которые собираются, как они называются, ретро-экфэм, то есть такие ретро-концерты. Это, наверное, говорит о том, что публика выросла, и сейчас этим людям действительно они хотят погрузиться в свои какие-то воспоминания, в свою молодость, и все это актуально. Уже на протяжении не первого десятка лет, понимаете, как бы возобновляются кумиры из прошлого. На какой-то период, на какой-то период, на какие-то концерты. Но это нормально, я думаю, что это нормально. Это нормальный ход времени. Сложно эмоционально было начинать сольную карьеру после Виагры? Да, какое-то время я даже думала о том, что совершенно не готова к этому. Совершенно не готова. И попыталась сменить немного деятельность. Я ушла больше в театральную какую-то деятельность на какой-то момент. Соглашалась на телевизионные проекты. А потом как-то, в общем-то, со временем пришла к тому, что я готова, да. Сложно избавиться от ярлыка экс-солистка Виагры? Я от него не избавляюсь. Я от него не избавляюсь, я им горжусь. Вы ведь действительно... Мне есть чем гордиться. Я была в группе не три дня, не три месяца, понимаете, целых девять лет. Поэтому зачем мне избавляться от ярлыка, когда я была в составе группы, которая пела лучшие песни на нашей эстраде, которые до сих пор, понимаете, звучат и люди, которые любят. То есть вы не чувствуете себя заложником этого образа, который был? Нет, я не чувствую себя заложником. Вы в 2012 году снялись в фильме «Измена» Кирилла Серебренникова. Как оцениваете свою творческую работу в этом фильме? Спустя время, может быть, если бы вы пересматривали... Я не пересматривала. Я не пересматривала фильм, как оцениваю свою работу. Но, наверное, как я оцениваю работу, я могу оставить для себя. Мне интересно, как зритель оценит мою работу. Но хотя фильм очень даже... Он совершенно не кассовый. Это не кино... Это не развлекательное кино. Поэтому оценивать, мне кажется, нужно историю в целом. Сейчас бы вы иначе сыграли эту роль? Не уверена. Я сыграла так, как чувствовала в тот момент. Легко вам было работать Серебренниковым, кстати? В принципе, да. Все было хорошо. Да, но и за исключением того, что история была, в общем-то, такая достаточно непростая. Но мне кажется, эти истории были актуальны всегда, во все времена. Почему ваша карьера актрисы не стала развиваться дальше так стремительно? Если вы по образованию, если я не ошибаюсь, актрисы музыкального театра. Да, актрисы музыкального театра. Ну, вы понимаете, мне кажется, произрастает там, где поливаешь и куда ты вкладываешь свою энергию, силы. Вот. Поэтому параллельно я играю в спектакли, кастролирую с спектаклем драматическим. И мы были и в Риге, и уже даже неоднократно, с прекрасными партнерами. То есть, моя актерская карьера, она, в принципе, стабильно существует параллельно. Нам сейчас нужно будет прерваться буквально на несколько минут на новости рекламы. Потом вернемся и продолжим. Певица Альбина Джанабаева с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Камейн. На прямой связи по скайпу. С нами Альбина Джанабаева. Певица. Здравствуйте еще раз. Телефон на прямой эфире в нашей студии. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Звоните нам. Также пишите в WhatsApp. 230-6191. Следили за театральным делом Кирилла Серебренникова? Кстати, которая очень громко прогремела и за пределами России тоже. Ну, конечно. Как считаете, насколько сейчас в России власть и искусство взаимодействует, и насколько это взаимодействие успешно и удачно? Вот такой вопрос. Провокационный. Конечно, я следила, как и вся страна, в общем-то, и подписывала. И не скрываю этого. Подписывала петиции. Вот. Ну, мне кажется, если ты идешь на какое-то взаимодействие с властью, наверное, нужно уже и принимать правила, диктуемые правила. В общем-то, ты уже не свободный художник и абсолютно вынужден играть не по своим правилам. Вот все, что я вам скажу. Вам предлагали делать политическую карьеру или поддерживать политиков? Вообще были такие разговоры? Ну, были такие, ну, какие-то предложения, потому что действительно, понимаете, кого как не медийных людей привлекать к той или иной какой-то политической акции. Соблазнов не было никогда? Не было, нет. Вообще политика вас интересует или стараетесь? Нет, не интересует. Ну, вы интервью даете крайне редко, но те интервью, которые я посмотрела, готовясь к нашей программе, в них, как правило, просто такой фокус хейтеров, злых комментариев в отношении вас. Вы как воспринимаете это все? Ну, что сказать, если вы зайдете на любую страницу любой другой актрисы, певицы, вы удивитесь, что там происходит то же самое. Ну, вы раздражаетесь, считай. Я проводила эксперимент. Вы раздражаетесь, считай, эксперимент? Нет, меня не то, чтобы это раздражает. Нет, меня просто удивляет, насколько уровень раздражения, негатива, негодования у населения. Вот и все, что могу сказать. Но вам как психологу интересно? Я даже думаю, что это в какой-то степени не ко мне лично. Хотя и ко мне лично тоже есть определенные там, как бы, пассажиры, которые заходят конкретно. Но я к тому, что, вы понимаете, это уровень, нужно задуматься не только, понимаете, ну, как бы актерам и известным людям. Нет, мне кажется, это дело как раз политическое. Уровень недовольства в стране. Вот и все. Вам как психологу интересно изучать поведение хейтеров в интернете или, в принципе, с ним? Нет, мне не интересно. Мне есть, что изучать, и есть, чем заниматься, и есть, чем заняться. Поведение, чем изучать поведение хейтеров. Нет, я этим не занимаюсь. Но вы все-таки научились как-то защищаться, может быть, от этого негатива, который поступает в ваш адрес, в первую очередь из-за вашей истории жизни. Да, вешаю чеснок над кроватью и защищаюсь. То есть иронии, да? Да. 6212-1939 и 6213-1939, телефон на прямого эфира. Звоните нам также, пишите в WhatsApp 2306191 и пишите в Facebook. Это можно делать на моей страничке. Вадим Родионов, латинцы Родионов через я. Вы считаете себя успешным человеком? Да, я считаю себя успешным человеком. Что для вас? Я занимаюсь любимым делом. У меня прекрасная семья. Я существую в выбранной профессии, где я могу себя реализовать и чувствовать удовлетворение от этого. Да, я счастливый человек. Что для вас значит успех вот сегодня в современном мире? Как бы вы охарактеризовали его? Так, ну что сказать. Ну хотя бы, хотя бы успех. Это когда человек занимается своим любимым делом, и оно ему приносит, это дело дает ему возможность жить, и возможность жить приносит ему как минимум доход. Сегодня, я вот недавно буквально читал исследование, что если раньше было популярно мнение, что детей надо воспитывать, чтобы они стали успешными, то сегодня как раз другая концепция. Нужно их воспитывать так, чтобы они были счастливыми. Успех этот уже вторичен. Согласна с этим? Ну я согласна с этим. Я согласна с этим абсолютно точно. Ну во-первых, у нас как бы при воспитании в нашей семье действительно много каких-то мотивирующих таких моментов, что ли. Конечно же, постоянно мотивируешь, постоянно нужно объяснять, нужно доказывать, нужно показывать своим примером. Ну конечно, чтобы человек был счастлив, который растет у тебя, подрастает, это, пожалуй, самое главное. Никакая работа, никакая... Мне кажется, это комплекс такой. Счастливый человек, он выберет в себе все остальное. И призвание, и профессию, и любовь, в конце концов. Ну и стереотипы в обществе существуют, потому что можно быть счастливым и занимать какую-то не очень высокую должность, быть не очень медийным. Абсолютно точно, ну понятно, конечно. А общество может это не понимать. Это вообще никак не коррелирует счастье, понимаете, и там медийность или там что-то еще, да. Человек может быть счастлив. Но тем не менее, понимание в обществе есть того, что счастье – это не всегда успех. Или все-таки еще доминирует эта идея, что человек должен быть успешным, тогда ты взял судьбу за хвост. Ну понимаете, даже если есть такие установки, ну а мы все равно с опытом, с жизнью, со своим каким-то опытом прожитым, мы все равно приходим к тому, что мы для себя, во всяком случае, ломаем эти стереотипы, понимаете. Только так, я думаю, что возможно, какие бы лозунги в обществе не были, они ничего не могут изменить. Это так же, как, знаете, на своем опыте только люди учатся. Опыт поколений, предков, родительский никогда не будет, понимаете, основополагающим. Все равно человек сделает так, как ему нужно. Он пройдет все, он получит свой опыт и вынесет из этого свои уроки и найдет свое счастье. Чем научила ваша известность? Нет, ну конечно, это изменило мою жизнь. Конечно, это научило меня где-то быть более, скажем, ну как сказать, более сдержанной или осторожной, потому что я понимаю, что вот так впустить в свою жизнь каких-то, кого-то абсолютно невозможно. И да, я стала, наверное, менее доверчивой. Ну вот говоря об успехе, сразу вспоминается, вы сказали, что стали менее доверчивой, вспоминается книга Лондона Мартин Иден, где главный герой достигает успеха и после осознает, что его возлюбленная хочет с ним быть уже не из-за любви, а из-за его успешности. И финал там довольно трагичный. Ох, ну вот вы знаете, вот опять-таки, если человек, понимаете, растет, воспитывается с установками, быть счастливым, быть счастливым, понимаете, его вот такие вещи не собьют, потому что действительно очень трудно, очень трудно и доказать человеку, если у него уже есть такие установки, что все бескорыстно, или что мне кажется, если уже это есть где-то в голове такой маленький червячок, то от этого очень сложно избавиться. То есть успех сам по себе без любви ничего не значит, на ваш взгляд, или как вы это представляете? Ну вы вообще просто рубите с плеча. Не исключая другое, на мой взгляд. Приведу вам пример. Я был у отправленного в отставку в свое время президента Летвера, Ландоса Паксоса. Его любили, когда он стал президентом. Потом, когда я к нему приехал, он был абсолютно полным изгоем. Мы были у него дома, и у него висела картина из Святой Себастьяна, которого, как известно, расстреляли свои лучники. И вот эта трагедия, которую я, как журналист, тогда наблюдал и общаюсь с ним, когда ты успешен, тебя все любят, у тебя много друзей, когда ты изгой, с тобой остаются только те, кому ты по-настоящему дорог. Вот нет ли у известного человека как раз этой проблемы? Потому что известного человека часто с ним хотят дружить, его хотят любить. Да все, я понимаю вашу мысль, я понимаю вашу мысль. Но, вы знаете, наверное, лично я никогда не поддавалась на такие соблазны, что ли. То есть, мне кажется, моя жизнь изменилась, ну как вам сказать, она изменила меня. Она изменила меня и мое отношение отчасти к разным ситуациям и ко всему. Но в моей жизни, например, не было. Я слушала тоже много достаточно интервью артистов, которые были очень популярными, а потом у которых случились проблемы, и от них все отвернулись. Но вы знаете, ну не было в моей жизни такого. Я думаю, что это очень тяжело пережить человеку, конечно же. Но это, именно это, и делать человека более устойчивым, более устойчивым, целостным. Если, понимаете, если вот у него такие ценности, это его сильно, мне кажется, меняет и воспитывает. У меня в любом случае ценности, мне кажется, немного другие. И как бы ни моя популярность, ни какие бы она ни претерпевала изменения, понимаете, или на мою жизнь это как бы сильно не влияет. У меня есть друзья из детства, с которыми я до сих пор общаюсь. Но самое главное в любом случае в приоритете для меня сейчас семья и мои дети, в первую очередь. И все свое время, понимаете, я отвечаю, наверное, только им. И я понимаю, что это самые главные люди, которые дают и мне ресурсы, и которым я, в общем-то, закладываю тоже свой ресурс родительский. Вот здесь уже, мне кажется, немного все по-другому. А так, естественно, конечно же, популярность, она привлекает и, наверное, и каких-то людей, и псевдодрузей, и какую-то тусовку. Если ты на все это поддаешься, то, конечно, можно очень сильно улететь куда-то. Но вы сразу научились объективно и адекватно воспринимать вот этот успех? Мне кажется, я всегда себя объективно и адекватно воспринимала, понимаете, как только помню себя. То есть меня запудрить вот каким-то успехом, блестками, вот этими какими-то друзьями новыми, и было в принципе невозможно. Я слишком трезво и здраво оцениваю себя. То есть медные трубы – это не про вас испытания, которые вы прошли? Ну, похоже, что да. Чему вы учитесь у своих детей? Я читал в интервью, что вы их не ругаете за двойки, а ругаете, ну или, по крайней мере, строго говорите, только именно тогда, когда они не рассказывают про эту двойку или ее пытаются закрасить. Да, было такое интервью, да. И уже давно уже никто не пытается ничего закрасить. Ну, опять-таки, видите, был момент, когда нужно было просто объяснить. Это старший сын, да, как-то я видела, что он прям до дырочки там что-то затирал. Но мы все этот вопрос уладили. Чему я учусь у него? Чему я учусь? У маленького, наверное, учусь быть более непосредственной. Я учусь любить, я не знаю, если хотите, как-то заново, что ли. Вспоминаю себя в детстве, учусь быть непосредственной, учусь играть. Играть. Не все взрослые умеют играть. Это, может быть, прозвучит как бы на первый взгляд абсурдно, но я не умею играть с детьми. А здесь я учусь. Научиться любить возможно, на ваш взгляд? Научиться любить? Конечно, возможно. Но я думаю, что... Вопрос был в чем? Научиться любить возможно? Но любовь – это то, чему можно научиться, или это то, что, в общем, не поддается какому-то? Нет, любовь, я думаю, что она... Это такой урок, который, я думаю, присутствует в жизни каждого человека. Просто, видимо, может быть, в разный период, может быть, с разными людьми, не обязательно. Это может быть любовь, там, я не знаю, во взрослом возрасте, или между мужчиной и женщиной. Вот видите, я же вам не зря сказала, что я учусь у него и любить в том числе. Учу его любить, потому что дети, они такие экспериментаторы, смотрят... Я не знаю, они смотрят на поведение животных, букашек каких-то. И я учу его любить этот окружающий мир с этими букашками, понимаете? И с нашей собакой, в конце концов. То есть это же... Они же все равно на грани добра и зла. Где что можно? Можно ли его потянуть за хвост или нельзя? То есть мы учим любить и братьев наших меньших, я учу его любить, понимаете? Потому что... Потому что это возможно. Ну, любовь, она разная. Вот Толстой, например, говорил, что сколько сердец, столько и видов любви. Вы с этим согласитесь? Ну, возможно, с Толстым тут не поспоришь, понимаете? Но я думаю, что любовь, по-любому, она, какая бы она ни была, она меняет сердце, она топит сердце, плавит, и она делает человека лучше. Всегда делает лучше? Всегда. То есть она не может быть разрушительной, на ваш взгляд, любовь? Она всегда делает человека лучше. У нас звонок, прим его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Болтком? Да, слушаю. Уважаемый Павлина, Виктор. Вам аплодисменты и цветы. Уважаемый Павлина. Спасибо. Вот какая мысль пришла мне в голову. Ваши блестящие ответы на вопросы ведущих, даже когда они рубят с плеча, ваша позиция по жизни, я убежден в том, что это именно впитанная вами с молоком матери «Восточная мудрость», которая и позволяет всегда и везде вам очень успешно противостоять либеральной грязи. Либеральной грязи, Виктор? Так точно. Да. Спасибо. Вопрос заводите. Виктор, спасибо в любом случае большое. Очень приятно. Я тронута. Спасибо. Кстати, вот ощущаете разделение, условно разделение на либералов и консерваторов, о котором сейчас много говорят? И в России, и на постсоветском пространстве в целом. Не причисляетесь? Нет, не ощущаю. Не причисляюсь. Я же вам уже сказала, что политикой я вообще не интересуюсь. Ну можно ли вообще абстрагироваться от политики, спрятаться от нее? Вообще, конечно же, нельзя. Я никуда не прячусь. Я понимаю, я знаю, что происходит в нашей стране. Я не в вакууме живу. И, естественно, некоторые политические события, конечно, отзываются в моем сердце и очень переживаются. Потому что мы все успеваем обзавестись какими-то людьми, понимаете, в разных странах. Это привязанности наши. И когда происходят какие-то жесточайшие разрывы этих отношений, по вине вообще кого-то, понимаете? То есть не по вине народа, а по вине кого-то. Мне всегда кажется, что это очень жестоко. Поэтому я знаю, что происходит, но я предпочитаю не высказываться, не обсуждать этого в радиоэфире. Когда ваши коллеги, деятели культуры, высказываются на те или иные политические темы, как вы это оцениваете? Это их выбор. Но вы можете выступать на Украине и в других странах? То есть не попадали как раз в черные списки? В списки миротворца и так далее. Нет, я не попадала. Нет. На ваш взгляд, удастся ли артистам, может быть, выполнить какую-то функцию миротворца в хорошем смысле во всей этой сложившейся очень сложной ситуации? Как вы считаете? Вы знаете, это было бы правильно. Это бы действительно было прекрасно, если бы удалось. Мне кажется, чем дальше, тем больше закручиваются, понимаете? Закручиваются все гайки, и это становится, конечно, менее возможным. Но, наверное, здравый смысл, любовь, добро, музыка рано или поздно возьмут верх и победят над всем этим, конечно, ужасным. Над всем ужасным, да. Лайма Вайкула проводит рандеву. Этот конкурс пришел после «Новой волны». Ну, Лайма подчеркивает, что он не вместо, а это другой совершенно фестиваль. Но, тем не менее, она как раз говорила и в интервью нашей радиостанции о том, что в нем есть такая миротворческая миссия. Артур Гаспарян, известный критик, сказал, что Лайме Вайкулу нужно поставить памятник на Красной площади за то, что она делает для улучшения отношений Латвии и России. Вот можно ли так воспринимать этот фестиваль, как такую дипломатическую, в том числе, миссию? Давайте воспринимать его так, давайте воспринимать его... Вот самое, что интересно, видите, опять-таки мы выходим в политику куда-то, понимаете. Мне кажется, Лайма Вайкуле, она очень широко известна, любима, понимаете, каждым жителям России. И нет у меня никакого ощущения, что я еду на какую-то миссию миротворческую, вы понимаете. Я еду по приглашению и с радостью откликнулась на это приглашение великолепной артистки и на ее фестиваль, который она организовала. То есть я как-то отношусь к этому более по-человечески, понимаете. Не с какими-то миссиями. Как вы относитесь к... Если Артур Гаспарян так сказал, давайте сделаем это. Как вы относитесь к дуэтам? Потому что в свое время я брал интервью у Валерия Мелада, это было очень давно, и когда у него как раз было несколько проектов с группой Виагра, он сказал, что на этом нужно остановиться, потому что иначе тебя как артиста начинают воспринимать уже непосредственно в связке. Вот как вы, во-первых, относитесь к дуэтам с другими артистами? И действительно ли опасно злоупотреблять таким опытом? Слишком много делать. Ну, вы понимаете, мне кажется, это должно происходить только тогда, когда есть действительно какой-то такой достойный материал, когда есть в этом прям такой повод, прям вот повод информационный. То есть я отношусь к этому очень серьезно все-таки. Мне кажется, нужно очень избирательно, во-первых, к этому подходить, потому что это действительно как-то немного изменяет твой творческий путь, и какое-то происходит вообще объединение с другим артистом, с его энергией, с его, не знаю, музыкой, с его образом. Поэтому нужно очень действительно аккуратно, должен быть весомый повод сделать это, скажем так. А химия должна быть между артистами? Или все можно... Химия должна быть между артистами, чтобы дуэт стал успешным? Или вопрос все-таки в профессионализме? И даже если этой искры условно нет, то все равно можно сделать хорошее. Ну, химия, я не знаю, вы имеете в виду химия, наверное, с какой-то сексуальной стороны? Или что вы имеете в виду? Я имею в виду человеческое взаимодействие. Это не просто так холодный расчет, а давайте-ка мы сделаем, давайте-ка мы сделаем... Это не просто просчет, то есть определенная симпатия и отношения между людьми, ну, как бы должны быть, конечно же. У вас был негативный опыт в плане создания дуэта за время своей карьеры? Да у меня всего лишь был один дуэт, если так серьезно, то это был один дуэт год назад с Митей Фоминым, вот. Вот, опс, алло, да, извините, у меня тут прошел звонок. Вот, у меня был дуэт с Митей Фоминым с песней «Спасибо, сердце», и я считаю, что нам удался этот дуэт. И прекрасная песня, прекрасный дуэт, красивый клип, и люди знают эту песню и просят на выступлениях, поэтому, мне кажется, это показатель. А есть песня, которую народ просит, зритель просит, публика просит, но вы не готовы исполнять, и я поясню, почему я задаю этот вопрос, потому что Юрий Шевчук из группы ДДТ очень долго не исполнял, что такое «Осень», для того, чтобы принимали его новые песни. Потому что он приходил, а все хотели «Осень». А все хотели «Осень». Ну почему же не побаловать людей, почему же не исполнить? Тем более, это действительно какой-то мега-хит, который, мне кажется, знают все. Ну, как мега-хит сейчас, так можно сказать. Это песня, которая звучала отовсюду, я прекрасно помню тот период. Есть ли такие песни? Вы смотрите, моя программа концертная строится из моего репертуара нового, и буквально несколько песен. Туда входят группы «Виагра». Константин мне разрешил их исполнять, и, в общем-то, каким-то образом я произвела небольшой отбор. Эти песни касаются только моего участия в группе за этот период, как мне показалось, что именно они должны прозвучать в моем концерте. Я их видоизменила, мы изменили аранжировку, с музыкантами работали, и сейчас они приобрели некое другое звучание, иное. И, как мне кажется, нет, ну смысл-то, конечно, никуда не делся. Да, иногда просят песни группы «Виагра», которые я не исполняю, и я, в принципе, могу объяснить, почему. Прямо здесь и сейчас. Почему? Диалоги. Потому что я их не исполняю. У меня был такой действительно случай, когда недавно на концерте говорят, а давайте-ка песня «Перемирие». Тут меня вообще совершенно... Я говорю, так, давайте хронологию. Я была в группе тогда-то. Девочки эти с этого года. То есть я все научно-популярно объяснила, все приняли мой ответ. Ну, в завершении интервью я подчеркну, что Альбину Джанабаеву можно будет увидеть, услышать наверняка на фестивале «Лаймы Вайкуля», который пройдет с 18 по 21 июля в концертном зале «Дзинтере». Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступа». Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.